Привет всем любителям физики и физического эксперимента. С вами Андрей Щетников. Разные люди отмечают сейчас Новый год, а я вот 1 января заметную часть вечера провел в переписке с одним из наших подписчиков, который очень хотел обсудить со мной вот такую конструкцию ветряка, как показано на этой картинке, и предложенную одним инженером, его знакомым. Значит, здесь мы видим сужающийся конус конфузор, трубу, в которой стоит ветряк, и расширяющийся конус диффузор. И по задумке этого конструктора конфузор нужен, чтобы собрать побольше воздушного потока, направить на ветряк, так, чтобы он работал эффективнее. Ну, а диффузор, как я понимаю, напоминает нам о схемах, связанных с законом Бернулли. Ну, и по мнению изобретателя, у нас будет пониженное давление в центральной трубе, а поэтому скорость будет больше у воздушного потока. Ну, и вот эту конструкцию мы с вами сейчас обсудим, насколько хорошо она будет работать, в чем смысл разных ее частей, попробуем разобраться с ней, исходя из базовых физических принципов. И я буду все обсуждать по частям, и начну с конфузора. Ну, некоторым людям кажется, что мы, если мы его сделаем пошире, то весь вот этот поток, как соберется, как полетит туда в трубу с огромной скоростью. Но это не совсем так. И, между прочим, я уже обсуждал это когда-то в ролике под названием «Парадокс сужающейся трубы». Ну, давайте для начала я вообще возьму и горловину этого дела заткну пробкой. Что у нас будет в этом ситуации? Ну, понятно, что всему этому воздуху придется как-то наш конфузор обтечь. Воздух будет давить сюда, здесь соберется, как бы будет область повышенного давления, давайте мы ее обозначим, а все остальное, оно как-то будет наше это хозяйство обтекать. Я так условно покажу. А давление в этой области мы можем посчитать по закону Бернули. Значит, это избыточное по сравнению с атмосферным вот здесь давлением будет равно как раз ρв квадрат пополам, то есть скоростному напору в этой области. Ну, теперь я беру эту дырку, открываю и получаю, между прочим, что-то типа парашюта, только картинка повернута на 90 градусов. Парашют, он же тоже такой купол, который вниз спускается, под ним повышенное давление, а в центре есть отверстие для устойчивости. Ну, и в этой ситуации какая-то, вовсе не весь поток, а какая-то его небольшая часть, все-таки перенаправиться в трубу, а все остальное так и будет, трубу дальше обтекать снаружи. Ну, и если у нас в трубе здесь давление будет меньше атмосферного, то, наверное, разгонится до скорости больше, чем здесь. А если давление будет атмосферным, то и не разгонится вовсе даже. Сейчас мы посмотрим, какое будет там давление, и для этого поговорим о диффузоре, который стоит с другой стороны. Опять же, некоторым людям может показаться, что струя здесь будет расширяться. Но я смею вас заверить, чтобы она расширялась, надо эту систему делать очень плавной и очень длинной. А при разумных углах у нас никакого расширения не произойдет, а вместо этого струя оторвется и полетит дальше. И будет вот такая затопленная струя в воздухе. Но у нас снаружи давление атмосферное. И в струе тоже будет атмосферное давление вплоть до самой трубы. Такие вопросы мы тоже обсуждали. По-моему, это был ролик о том, как шарик удерживается в воздушной струе. Посмотрите. Ну и таким образом получается из этих двух рассуждений, что в трубе давление будет близко к атмосферному. Ну, кстати, пока что я еще не рассматривал, не вставлял сюда никакого, так сказать, этого ветряка. Считаю, что у меня все на продув просто идет насквозь. В трубе будет давление атмосферное, перед трубой, как показано раньше, оно будет повышенное. Ну, и скорости здесь, соответственно, не могут быть больше, чем скорости в набегающем издалека потоке. Так что сама эта система, конфузор-диффузор, никакого выигрыша в скоростях нам не даст. А теперь нам надо будет поговорить о том, что происходит с пропеллером, который вставлен внутрь трубы. И здесь я тоже буду по частям рассуждать. И первая часть будет такая. Пусть сначала пропеллер никакой энергии у воздуха не отбирает, не отводит наружу, а вся эта система просто вращается на авторотации. Ну, и тогда по трубе постоянного сечения воздух движется с постоянной скоростью. Скорость одна и та же перед пропеллером и за пропеллером. А теперь я хочу, чтобы эта система работала на отнятие энергии у набегающего потока воздуха. Мы потом будем эту энергию преобразовать, например, в электрическую. Ну, тогда пропеллер должен упереться в этот воздух. И я понимаю, что он не может отнимать у воздуха кинетическую энергию. То есть не может быть так, что скорость здесь большая, а здесь за пропеллером маленькая. Ведь сечение трубы одно и то же, спереди и сзади, и должны протекать равные количества, равные массы воздуха, равные объемы, если считать, что он слабо сжимаемый, через оба эти сечения. Ну, тогда и скорости должны быть одинаковые. Ну и что, мы не можем отнять вообще никакой энергии? Да нет, можем, но пропеллер при этом должен запереть воздух в этой трубе. То есть давление и в этой части тоже должно быть повышенным по сравнению с атмосферным. Фактически запирающей будет вся вот эта область. А уже здесь воздух будет срываться через лопасти пропеллера, крутить их. Но знаете, это похоже на то, как устроена гидроэлектростанция. Там мы с помощью плотины создаем напор. И этот напор доходит непосредственно до самой турбины. И уже там вода срывается, приобретает скорость внутри турбины, раскручивает лопатки. Ну и таким образом из всех этих наших рассуждений выявляется, что никакой великой эффективности эта система ни в одной из своих частей не имеет. И, в общем-то, я хочу сделать вывод. А вывод простой. Простые физические соображения зачастую предостерегают нас от неправильных инженерных решений. Ну и я надеюсь, что наш канал хотя бы для кого-то способствует пониманию этого факта. А сейчас спасибо вам большое за внимание. Субтитры создавал DimaTorzok